Всем привет! В общем, тема моей лекции «Почему бы и не .NET?» Я Даша Сорокина, я ведущий разработчик .NET. Я занимаюсь руководством разработкой в одном из крупнейших проектов дотарта в области здравоохранения. Вот здесь моя почта. Если будут какие-нибудь вопросы, нужна будет какая-то помощь, вдруг что-то придет в голову после, пишите туда. И что ж, давайте начнем. Немножко будет исторического экскурсов про платформу .NET. Зачем же он, собственно, появился? Давайте обсудим. Итак, при создании этой платформы в 2000 году Microsoft, кроме того, чтобы составить конкуренцию Java, конечно же, преследовал основную большую цель. Цель была свобода разработчика. Что же это значит на практике? Разработчику нужно на самом деле не так много. Ему нужны хорошие инструменты для того, чтобы создавать приложение легко, быстро и эффективно. Ему нужна независимость от типа устройств, на котором будет выполняться его приложение. То есть ему не нужно думать о том, на какой там операционной системе, на какой машине будет запущено его приложение. Ему хочется писать код красивый, рабочий, и чтобы вот прям раз, и все завелось. И третье — это совместимость различных языков. То есть в экосистеме .NET есть несколько языков, и программные части, и программы, которые написаны на этих разных языках, должны быть совместимы друг с другом. Вот такие вот три идеи были у разработчиков этой платформы. Итак, появилась платформа .NET Framework. На ней можно разрабатывать приложения, консольные какие-то утилиты. Можно десктопные приложения разрабатывать графически на Windows Forms или Windows Presentation Foundation, веб-приложения ISP.NET. Также доступ к данным можно осуществлять при помощи ADO.NET или Entity Framework. И можно создавать системы, которые общаются по другим протоколам, не только HTTP, как в ISP.NET. Для этого был создан Windows Communication Foundation. И каким же образом, собственно, была предоставлена разработчику вот эта свобода? То есть вот это были как раз инструменты созданные. Microsoft. Итак, вот давайте вот здесь остановимся на секундочку. Значит, что же мы здесь пишем? Вот наш прекрасный код на самом верху. Вот видите, корона, там мы очень довольны. Мы написали свой прекрасный код на C Sharp. Он для нас очень понятный, потому что он на удобном языке для нас. И все, что мы здесь подключили, это какие-то свои зависимости, чтобы самим не писать части, например, для доступа к каким-то базам данных или для аутентификации, все что угодно. И каким же образом вот этот наш прекрасный код будет понятен операционной системе? Вот она сам не зона, красная, опасная, и для нее нужен машинный код для того, чтобы отдавать ей команды. И вот здесь как раз вступает в дело платформа .NET, которая делает очень много вещей, которые не хотели бы делать разработчики сами за нас. То есть наш прекрасный код компилируется в некий промежуточный язык, Common Intermediate Language. Этот язык придумала платформа .NET, как раз придумала Microsoft, как раз для того, чтобы сделать совместимыми программы, написанные на разных языках. То есть на C Sharp, на Visual Basic можно написать программы, которые компилируются вот в этот промежуточный код. И что же происходит дальше? Дальше. Дальше очень важная часть платформы .NET – это виртуальная машина Common Language Runtime. Это вот этот большой прямоугольничек. Он выполняет всю ту работу, которую разработчик не хочет делать. Управлять памятью, выделять память, отпускать ее после выполнения задач. Сборкой мусора тоже занимается он. Он обеспечивает безопасность системы типов, управляет потоками в мультипоточных приложениях. И, собственно, он выполняет изоляцию нашего приложения, таким образом обеспечивая безопасность выполнения его. И эта виртуальная машина, она как раз занимается компиляцией также в машинный код. То есть это как раз та часть, которая преобразует код из промежуточного языка в машинный код под конкретную операционную систему. Конечно, есть инструменты, чтобы обойти всю эту инфраструктуру. Можно сделать ahead-of-time компиляцию под конкретную систему. Но таким образом вы обходите виртуальную машину и нужно заботиться обо всех этих вещах. Управление памяти, заборка мусора и так далее самостоятельно. То есть это получается код, который не управляется виртуальной машиной. В общем, вот такая штука была создана в 2000 году, развивалась она до 2019 года, до версии 4.8. Ну и еще вот здесь очень важная часть, на самом деле я ее не очень рассказала. Это базовые классы. То есть Microsoft предоставляет также базовые классы, примитивные типы, какие-то коллекции, классы для записи и чтения файлов. Это все то, что тоже нужно на самом деле каждый день при разработке всех приложений. Мы обычно даже не обращаем внимания на то, что мы их используем, но это тоже входит как часть в .NET Framework. Итак, чтобы все это работало в системе, .NET Framework, нужно, чтобы была реализация вот тех двух основных частей. Это виртуальная машина CLR и реализация базовых классов. Microsoft в свое время, разрабатывая эту систему, сделала ее доступной официально только для Windows. Для других операционных систем была сделана реализация компаний Ximian, Novel, The Marine. Это Mono. Она тоже до сих пор как бы доступна, но это как бы не от Microsoft. И есть .NET Micro Framework. Это для встраиваемого оборудования в микроконтроллерах. Но, конечно, они стоят на месте IT и появляются новые требования, в том числе и к платформам. У нас вместо больших монолитных приложений появляются микросервисы. Маленькие они должны быть легковесные. Они должны быть легко поставляемыми клиенту. То есть нам нужно в секунду их разворачивать. Для этого была придумана контейнеризация. И для контейнеризации, в том числе, нам нужно поддерживать платформы Linux и macOS. Всего этого из коробки в .NET Framework не было. Поэтому Microsoft решил, что пора пересмотреть свою платформу. И вот сейчас то, что мы видим в .NET, это вот это. Вот .NET Framework, как вы видите, он остался, никуда пока не исчез. Но с 2019 года он как бы становится деприкатит. То есть на самом деле, если вы хотите изучать .NET, то, я думаю, уже стоит начинать со среднего вот этого квадратика, .NET Core. .NET Core – это новый подход. У него есть масса преимуществ на самом деле, потому что он мультиплатформенный. И это платформа с открытым кодом. То есть она поддерживается комьюнити. И еще вот для разработки под мобильные приложения образовалась отдельная часть платформы Xemarin, которая предоставляет платформу для разработки под Android, OS X, iOS, тоже на .NET. И для того, чтобы все это поддерживать, появился новый тип библиотек, новый тип компиляции библиотек. Это библиотеки .NET Standard. Библиотеки, которые одинаково доступны во всех трех видах приложений. .NET Framework, .NET Core и Xemarin. То есть какие-то части бизнес-логики лучше писать именно на .NET стандарте, чтобы они были легко доступны в любом приложении, которое вы потом будете создавать. Вот. А что же поменялось в .NET Core? На самом деле, если вы посмотрите, то для нас, как разработчиков, не поменялось ничего. Потому что наш прекрасный код все еще написан на языке C Sharp, например. Точно так же он компилируется в Common Intermediate Language. Точно так же у нас есть виртуальная машина, которая его преобразует в машинный код. И есть базовые классы. Зачем же тогда нужно было, собственно, пересоздавать фреймворк? Основная работа была приведена как раз в этих двух основных вещах. Это в базовых классах и в виртуальной машине. Основная вещь, которая была сделана в базовых классах, то, что они стали намного более продуманными. Они провели рефакторинг Microsoft и сделали эти библиотечки базовых классов очень легкими. То есть теперь для того, чтобы подключить какую-то конкретную функциональность .NET, вам нужно подключить маленькую легковесную библиотеку, а не тянуть за собой весь огромный .NET фреймворк класс-лайберри. И виртуальная машина CoreCLR, она помогает нам также работать с операционной системой, обеспечивая все те же самые сборку мусора, выделение памяти и так далее. Но эта машина теперь доступна не только под Windows, но и под Linux, и под macOS. Ahead-of-time компиляция все еще тоже есть. Для этого была разработана среда выполнения CoreRT. Так, и еще раз о том, почему же .NET Core, скажем так, нужен был, и почему он интереснее, чем .NET фреймворк, который был изначально. Из-за того, что библиотечки стали меньше, мы теперь можем создавать легкие маленькие микросервисы. Мы можем их деплоить на машины под Linux, под macOS. Мы можем их контейнерировать в Docker, заливать их в виде контейнеров. Также по производительности .NET Core намного вырос. То есть, если сравнивать с .NET фреймворком, например, можно посмотреть разные сравнительные таблички в бенчмарках. По сравнению производительности .NET Core не уступает большинству хороших фреймворков и на самом деле входит в десятку лучших по большинству показателей. И насчет безопасности. Все также у нас есть виртуальная машина, которая обеспечивает изоляцию и поддерживает безопасность нашей системы. Исходный код фреймворка теперь открытый. Его поддерживает комьюнити, что позволяет ему развиваться намного быстрее. и намного быстрее находить какие-то проблемы и их решать. А также разворачивать приложение теперь можно не только в системах, где предустановлены вот эти два основных компонента, где предустановлен фреймворк. Можно устанавливать приложение self-content. То есть все, что нужно приложению, оно принесется с собой и развернется. Таким образом мы вообще перестаем быть зависимы от той среды, в которую мы ставим свои приложения. Итак, для того, чтобы начать пробовать что-то делать на дотнете, нужно в первую очередь установить себе среду разработки. Microsoft предоставляет среду разработки Visual Studio. Это полноценная среда. Есть бесплатная ее версия Community Edition, в которой можно в принципе создавать приложение всех типов. Также есть редактор, легковесный Visual Studio Code. Его можно использовать для внесения правок. В принципе его можно использовать как полноценную среду, но, как мне кажется, Visual Studio, конечно, поудобнее. И есть Rider. Тоже замечательная среда разработки, которая сейчас очень активно развивается и в принципе конкурирует с Visual Studio вполне себе неплохо. И на самом деле лучшее пособие начинающих – это начните, потому что проще всего изучать язык платформы, если вы придумаете какой-то себе небольшой проект и попробуйте реализовать его, потому что пока вы не начнете что-то делать руками, вы не поймете, нравится вам это или нет, и не поймете, как с этим работать. Поэтому тут уже идет в ход все, и документация от Microsoft вам поможет, и Google в помощь, и Stack Overflow тоже как бы тут наш друг и помощник. Чтобы ознакомиться с основами из класса C-Sharp, очень рекомендую Microsoft документацию. У них сейчас очень хорошая переведенная на русский язык, и на английском языке документация, в которой в принципе все самое основное есть. Конечно, книги тоже есть. На самом деле они в принципе успевают за изменениями. Рекомендую читать, конечно, на английском, потому что пока книга переводится на русский, чаще всего она немного устаревает. Книги очень рекомендую читать по разным концептуальным вещам, по паттернам проектированиям. Например, вот тут как раз книги, наверное, будут более полезны. И самый интересный, на самом деле, даже не язык C-Sharp, я думаю, с этим как раз можно разобраться по ходу. Самое интересное познакомиться с различными проектами, типами проектов .NET, то есть вот те консольные утилитки, веб-приложения и так далее. То есть вот руками пощупать как раз эти типы приложений. И вот тут Microsoft предоставляет очень хорошие уроки на .NET Microsoft.com.learn. Они бесплатные, они, в принципе, все коротенькие достаточно. И Microsoft предоставляет сэмплы в них. И там очень интересные уроки, потому что там есть, на самом деле, даже по гейм-девелопменту уроки и по вебу, и что-то по машин-лернингу там тоже есть. То есть очень рекомендую именно их. Ну и, конечно, курсы тоже никто не отменял. Есть платформы для курсов Code Academy, PluralSite. Их вообще масса. То есть можно найти и бесплатные, и платные, и на любой вкус курсы. Так что это тоже может быть полезно. Если вы уже чувствуете, что вы в платформе .NET разобрались, что же еще будет нужно вам для того, чтобы начать, собственно, работать в сфере .NET? Конечно, только языка C-Sharp будет, скорее всего, вам недостаточно. Нужно будет познакомиться еще с несколькими важными вещами. Вот на самом деле я здесь только чуть-чуть обозначила. Первое — это обращение к данным. То есть к данным во всех проектах обращаться каким-то образом нужно. Вряд ли у вас все будет храниться в памяти. И вот здесь как раз с чем лучше всего познакомиться, это с сиквел базами данных. Умных новых сиквел базами данных и способами обращения к этим данным, которые представляют Microsoft, Attentity Framework и ADO.NET. Ну и на самом деле еще много других способов. Но вот можно ознакомиться хотя бы с этими. Дальше, если вы хотите именно в веб-разработке себя попробовать, то, конечно, будет полезно все то, что рассказывал нам Саша и HTML, CSS, JavaScript, TypeScript и познакомиться с какими-то фреймворками Angular и React, например. В нашем проекте, например, мы именно full-stack-девелоперы, то есть мы пишем на .NET и бэкэнды, и на Angular мы пишем фронтэнды. То есть это знание нам пригождается каждый день. Затем паттерны проектирования. Если вас интересует архитектура программного обеспечения, какое-то проектирование более сложное, то это для вас. Вот здесь вот сайт я предоставила, в котором есть примеры на C-Sharp. То есть на самом деле это очень интересный сайт, потому что он как раз за одной C-Sharp подтянете и поймете паттерны проектирования. Там очень хорошо с примерами описываются они. В реальных проектах вы никуда не пойдете без инверсии управления, без dependency injection, тоже очень полезные вещи, чтобы почитать, зачем они нужны, как они используются в реальных приложениях. И очень рекомендую для ваших маленьких проектов, если вы будете знакомиться, сразу знакомиться с юнит-тестами. Потому что юнит-тестирование на самом деле это один из двигателей хорошего кода. Потому что если вы пишете юнит-тесты, для них вы будете подстраивать свой код так, чтобы он был наиболее модульным. И дальше философский вопрос немножко. Вот вы стали .NET-разработчиком, предположим. И что же делать дальше, если жизнь-то после кода? На самом деле есть не только, конечно, веб-разработка. Разработка. Если вам не понравится веб-разработка, вы можете уйти в разработку мобильных приложений. Здесь нам Xemarin поможет. Разработка игр также, Unity, тоже на C-Sharp сейчас пишется. Data engineering, data science – это еще одно интересное направление, где machine learning, data science. В принципе, как бы начало, если положите в .NET-разработки, потом можно уйти туда. Также, если вас интересует, в принципе, построение сложных систем, как разные компоненты друг с другом комбинировать, как их деплоить правильно, то вот на самом деле тоже интересное направление архитектуры программного обеспечения. То есть строить сложные системы, деплоить их в облако, вот как раз можно пойти по этому направлению. Ну, если вам интересно работать с людьми, интересно их менеджить, организовывать работу внутри команды, то для вас есть направление менеджмента. То есть на самом деле это всего лишь несколько вариантов, куда может развиваться .NET-разработчик. Их на самом деле намного больше, потому что IT-мир не стоит на месте, все время что-то новенькое происходит, появляются новые пути развития. Так что спасибо за внимание и задавайте свои вопросы. Дарья, простите, что делать, если ты устал от Windows и хочешь пользоваться OS Linux? И какие перспективы программировать на .NET на Linux? Потому что кроме Mono там же, по-моему, ничего нет? Visual Studio Community Edition можно уже. Тоже устанавливать на Linux? На macOS точно можно, на Linux. Вот, честно, не пробовала, но надо почитать. Но Visual Studio Code точно мультиплатформенный. Вот Visual Studio, мне кажется, тоже уже все. Но Community Edition точно, мне кажется, можно. Спасибо. 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 Продолжение следует...